Километровые пробки на российско-абхазской границе и очереди у паспортного контроля уже давно ушли в прошлое. В сутки Ма Падлер может пропустить до 45 тысяч человек. Именно такой рекорд был поставлен летом прошлого года. В пешеходном терминале обустроены 28 кабин паспортного контроля, поэтому процедура перехода через границу никогда не была проблемной для тех, кто знает правила ее прохождения. Семье Тодуо, например, довольно часто приходится ездить в Сочи, и на досмотр у каждого уходит не более трех минут. Никаких сложностей, документы в порядке. Все в порядке, если документы дадим, мы его пропустили. Мы старшие, взрослые, да, дети нет. Вот ребенок впечатляет. Нормально все было, спокойно. Никаких задержек. Как шли, так идем. Если ребенок пересекает границу с родителями, то достаточно предъявить свидетельство о рождении. А в случае, если несовершеннолетнего сопровождают иные лица, то помимо основного документа необходима доверенность на законного представителя. Если наш тренер едет, то у нас общая доверенность делаем, и все, они проходят спокойно. У нас проблем еще не было. Тем не менее, пограничникам иногда приходится сталкиваться с обратными ситуациями. В прошлом году было зафиксировано около 200 случаев, когда при пересечении границы у сопровождающих лиц не было нотариально заверенного согласия одного из родителей, либо документов в оригинале. Также бывают случаи, когда лица прибывают по ксерокопиям документов на право пересечения границы, к ксерокопиям свидетельства о рождении, к ксерокопиям нотариально оформленных согласий. Если в этом случае турист возвращается домой за документами, то в отношении граждан, желающих пересечь границу иными способами, применяются более серьезные меры. Так, в прошлом году житель Таджикистана решил перейти вброд реку Псоу, при этом зная, что нарушает закон, за что и поплатился четырьмя годами лишения свободы. Но встречаются и заблудившиеся туристы. Намеренных нарушителей за 2013 год у нас было двое, остальные были непреднамеренные, нарушения случайные. В основном нарушители правил пограничного режима – это люди, которые приехали на курортный сезон, и они не знают, что населенный пункт «Веселый» включен в пограничную зону. Это из-за незнания. Но стараемся проводить разъяснительную работу, людей предупреждать. С начала этого года было выявлено порядка 150 человек, которые по незнанию решили пересечь границу через реку. А вот нарушителей границы ее режима пока зафиксировано не было. Татьяна Нагорская, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.